друзья всем привет с вами владимир шемит и в этом видео я покажу вам обзор пляжа вич миллере покажу как выглядит пляж покажу какое пляжное покрытие какая водичка какой заход в море даже покажу что у нас под водой для того чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями и вы были в курсе самой нужной и полезной информации поэтому друзья подписываемся на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео и погнали друзья и первое с чем я предлагаю разобраться это пляжное покрытие на чмелере вы смотрите как она выглядит друзья во первых это ну не песок либо крупнозерный зернистый песок либо мелко перетертая галька в общем показываю как это выглядит вы в комментариях обязательно напишите как вы считаете что это такое что это за фракция песок или мелкозернистая галька лично я ну не называю это песком потому что песок для меня это совсем другое значит ну нахожусь я на муниципальном пляже как вы видите кое-где встречается мусор бычки окурки в общем ну не так чтобы их много но ну немножко возможно не совсем приятно смотреть на это я на этот мусор но с другой стороны если вы будете на отельном пляже либо на платном пляже то естественно с этим мусором дела не так будут обстоять дальше друзья смотрите какой у нас потрясающий шикарный вид на эти горы с пляжа очмелет мне он очень нравится то есть он ну приятнее конечно чем в самом мармарисе такой вид мне нравится хотя в самом мармарисе именно в городе мармарис вид по-своему тоже красивый то есть и там красивый и здесь красивый он немножко просто другой ну окружение гор вообще совсем рядышком вот ну просто некоторые отели находятся у под ноги горы мне это тоже нравится очень все так вот необычно просто место влюбило меня себя что еще хотел сказать значит по поводу захода в море друзья смотрите значит заход в море сразу вот как только берег встречается с водичкой тут просто как бы такая вот мелко зернистая галька либо песок называйте это как хотите и дальше в море в самом море уже начинается галька сначала галька немножко мелкая а вот дальше друзья уже и побольше галька и даже некоторые камни но первое что хочу отметить это то что здесь водичка ну намного прозрачнее чем саму мармарисе то есть если вы хотите чистейшую водичку то конечно же лучше отель выбирать в самом и чмелере немножко удаленный от мармариса дальше значит заход лучше здесь чем в самом вармарисе да он тоже местами некомфортный там где вот это галька и камни большие но тем не менее друзья лично вот с тем что я посмотрел мармарисе то этот заход конечно же для меня лично комфортнее то есть вы конечно тоже напишите в комментариях ваше мнение по поводу этого захода если вы там были здесь отдыхали вичмелере обязательно напишите что вам нравится что не нравится ну либо если вы в мармарисе были тоже напишите что вам нравится не нравится по пляжу дальше сам пляж он шире шире чем мармарисе но опять таки если мы берем муниципальный пляж что муниципальный пляж мармарисе тоже такой вот ну пошире чем отельные пляжи или которые платные пляжи но в любом случае тут комфортнее вот реально если вы хотите хороший пляж то тогда уже нужно конечно рассматривать все-таки и чмелер и жертвовать допустим активной инфраструктурой которая есть самом мармарисе если же вы хотите все-таки больше чтобы было активной инфраструктуры и тогда пренебречь пляжем ну тогда вы можете выбрать в сам пляж не сам пляж отель в мармарисе принципе можно сюда ходить ходить конечно это ну не пять минут времени от самого мармариса либо ездить на велосипеде ибо либо ездить на маршрутке то есть вы конечно это можете вариант себе подобрать но если все-таки друзья вам нужен пляж и вот 99 процентов конечно же туристов едут чтобы отдохнуть на море с хорошей красивой водичкой с хорошим пляжем ну ребят увы пляже мармариса уступают по комфортности по красоте по чистоте пляжем эчмелера так что друзья в этой битве победил пляж эчмелера по сравнению с пляжами мармариса ну что друзья давайте посмотрим что у нас под водичкой на пляже эчмелера погнали и так пока вы смотрите на своих экранах как выглядит подводный мир на пляже эчмелера хочу рассказать вам некоторые моменты которые я вам еще не рассказал а именно в том что некоторые технические данные по этому пляжу первое это то что протяженность пляжной линии вещмелеры составляет примерно около 1 километра а именно в этом видео вы сейчас видите на своих экранах только лишь часть подводного мира в этом месте то есть центральная часть этого пляжа и если ваш отель находится где-то слева либо справа и вдруг вам там не нравится заход вдруг там он хуже либо там больше камней либо еще что-то в этом роде то принципе вы всегда можете перейти в другую часть на этом пляже но именно то что касается захода если у вашем отеле на пляже есть лежатки и шезвонки то естественно чтобы они были бесплатные пользоваться можно только ими а именно вот пройтись а по пляжу вы можете в любую часть и выбрать именно заход там где вам будет комфортнее то есть не нужно себя ограничивать только пляжем отеля если вы хотите что-то другое на этом пляже другой заход вы легко и просто можете пройтись пару сотен метров и выбрать то место где вам будет комфортнее плавать и заходить в воду кстати сейчас вы видите пляж печмелере со стороны моря и обратите внимание как тут все живописно то есть реально все намного выглядит зеленее чем самом марморисе и природа печмелере лично именно мне понравилось намного больше то есть тут более пляжный отдых выглядит ярко чем самом марморисе дальше касательно масок лаз трубок и в общем инвентаря для того чтобы плавать под водой тут смотрите лично на свое усмотрение я вам в этом видео показал принципе все что есть под водой как вы видите ничего интересного под водичкой тут нету это не египет естественно кораллов и рыбок и тому подобное в этом море особо вы не найдете но принципе если поплавать в других местах то конечно можно найти и осьминогов и крабов небольших ну в общем принципе кое-что можно найти но не на пляже и чмелера и мармориса то есть некоторые рыбки до плавают это там кое-что можно увидеть но в принципе ничего интересного тут на пляже нет поэтому лично я если бы не снимал под водой то может сказать что маску я бы и не брал ну вас ты принципе вообще тут особо не нужны а вот маска ну тут как бы так чтобы сбить оскому принципе можно взять если вам не тяжело ее брать и она у вас есть но если вы едете на море едете в этот регион и собираетесь специально покупать для этого маску я думаю что это не самое подходящее решение именно для того чтобы плавать под водой с маской в этом месте ну только в том случае если вам принципе как бы просто есть интерес и на будущее вам маска пригодится и кстати для более подробной объективности я собираюсь сделать видео с подробным сравнением всех трех пляжей в регионе мармориса то есть пляжа турунч пляжа и чмелер и пляжей мармориса то есть будет подробное видео где вы наглядно увидите все эти отличия и вам станет еще более понятно что как и где выглядит в этом регионе касательно пляжей друзья надеюсь мое видео было полезное и помогло вам принятие правильного решения друзья я всегда стараюсь для вас чтобы все ваши путешествия были только самыми лучшими впечатлениями показываю вам нужные материалы покажут свою вам нужную информацию показываю вам детали и нюансы стараюсь чтобы мои зрители мои туристы мои друзья мои знакомые и вообще просто люди отдыхали только самыми лучшими впечатлениями мне всегда приятно было когда человек возвращается с положительными эмоциями с классными эмоциями с отдыха говорит спасибо либо пишет мне спасибо я всегда это очень ну жду чтобы так вот поблагодарили в плане того что сказали просто спасибо но еще что хотел бы вас попросить друзья помочь мне с мы развитием моего канала подписи подписаться на мой канал кнопочка внизу под этим видео друзья нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале ну и написать комментарий это очень помогает развитию канала друзья потому что все таки хотелось бы делать больше видео делать видео качественнее делать видео еще полезнее для вас и поэтому чтобы развивался канал не тоже нужна ваша помощь помощь в виде простой подписки ничего материального делать не надо просто поддержать своим вниманием своим действием нажать на эту кнопочку подписаться и помочь мне так само как я помогаю вам так что пишите если у вас есть вопросы в комментариях под этим видео буду стараться вам отвечать подсказывать на ваши вопросы ответы возможно даже если это сильно большой объемный вопрос и на него требуется большой объемный ответ тогда скорее всего возможно даже запишу для вас видео ответ в любом случае друзья давайте помогать друг другу еще раз напоминаю и в этом видео друзья что я сделал форум туристов форум туристов в группе facebook это группа для того чтобы мы помогали тоже друг другу и делились полезной информации полезными материалами для путешественников вот исходя из вашего опыта если вы где-то отдыхали то неважно где это турция египет вообще не важно там хоть в доминикане напишите туда реальный честный отзыв напишите кейс из вашего путешествия как у вас проходила с какими вы нюансами сталкивались какой опыт вы имеете то есть подскажите это другим участникам группы а если у вас есть вопросы задайте эти вопросы в группе пускай другие участники этой группы подскажут вам ответы на ваши вопросы потому что да я стараюсь много давать информации но мир большой мир интересный мир необычный и естественно я один человек с этим всем не справлюсь поэтому давайте друг другу помогать присоединяйтесь в группу форум туристов самую честную группу где вы найдете всегда самую честную информацию на этом все друзья желаю всем позитива всем отличного настроения самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч друзья пока пока